На 10-й юбилейный областной турнир по пожарно-прикладному спорту среди подразделений противопожарной службы Самарской области Евгений Мухин приехал действующим чемпионом. За 10 лет работы он не пропустил ни одного старта и постоянно выигрывает медали разной чеканки. Пожарный рассказал, бегает не ради наград и славы. Соревнования помогают ему уверенно чувствовать себя в экстремальных ситуациях. На пожарах это очень пригождается, вся эта ловкость, наровка для того, чтобы ты более качественно выполнял свою работу. Чтобы выиграть 100-метровую полосу препятствий, эстафету 4 по 100, боевое развертывание или подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, спортсмену нужно потратить от 20 секунд до полутора минут в зависимости от упражнения. Новичок в пожарном деле и на соревнованиях Максим Глотов пока с этой задачей не справился, хотя очень старался. Ведь он потомственный пожарный, пошел работать по стопам отца и деда. Ощущения превыше всего, такие эмоции, непредсказуемые просто, неповторимые эмоции. Готовился усердно, усиленно, но, как говорится, победит сильнейший. Раскладка рукавов, да, 100 метровочка, да. Ну, надо так более сказать, ближе мне всего, когда там участвуешь, например, пришел слушать пожаре, да, там, рукава, связка. Там более, как говорится, выработанный рефлекс, скрутка рукавов, подача ствола. На соревнованиях, как в жизни, поэтому каждое препятствие на полосе – это элемент конструкции зданий и сооружений. Забор, крыша дома, многоэтажное здание. Он не выполняет задачи по стушению пожаров, спасению людей и ликвидации чрезвычайной ситуации. Ну, а пожарно-прикладной спорт, ему тоже уже столько лет, сколько и пожарной охране. Он всегда был, я думаю, есть и будет, потому что это неотъемлемая часть деятельности противопожарной службы. Пожарно-прикладной спорт, он дает не только навык профессионализма, он, это еще и популяризация вообще пожарного дела в России. Ну, и просто дух, соседательность, он вообще присущ любому пожарному. Пожарные несколько раз в месяц тренируются в учебных городках при своих частях. Кроме физической подготовки, они отрабатывают навыки и на полосе препятствий. Постоянно тренируемся, стадион свой, родной, на котором каждый год проводятся соревнования. Но также я участвую на соревнованиях главного управления ЧСС Самарской области. Вот, результаты у нас там хорошие. И поэтому я еще чаще тренируюсь. Поэтому как бы здесь высокие результаты получаются на этих соревнованиях. В губернии работают 65 пожарных частей лучшие бойцы, а это 150 человек, приехали в село Курумыч Волжского района на областное первенство Центра гражданской обороны по пожарно-прикладному спорту. И только шесть лучших попадут в сборную команду ведомства. В следующем году они встретятся с командой МЧС и определят суперчемпиона по пожарно-прикладному спорту в 63-м регионе. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.